Здравствуйте, это подкаст Мяты Мяты, мы его сегодня записываем со специально приглашенным гостем. Вот он сидит, пытается настроить себе запись. И мы поговорим со Степаном Пестряковым, который, ты сейчас кто? Директор комедий клаба в Санкт-Петербурге. Еще есть у тебя какие-нибудь почетные должности? Нет. Мы с Степаном знакомы давно. Я узнал Степана в Самаре, когда ты организовывал комедий клаб. Мы здесь первый раз встретились недалеко, да? В 2007 году. Да. Когда я показывал тебе замечательные номера в своем исполнении, вот. Было дело такое. И потом Степану как-то получился самарский комедий клаб. Потом получился у Степана вообще работать в Самаре. Степан взял, закрыл все, переехал в Питер. И сейчас в Питере занимается, ну не тем же самым, а скажем так, продолжает свою деятельность. Правда, Степан? Да, ну то же самое, только там чуть больше комиков, чуть больше сцен, чуть больше площадок. И кое-кто в телевизоре еще. Практически все. Уже. Да. Ну слава. Просто в разных проектах, в разных нишах. Да, если кто-нибудь засомневался, мы могли увидеть Степана в первом сезоне «Смех без правил», вот, где Степан великолепно выжигал. К сожалению. Что там было-то, кстати? Тебя еще приглашали, кстати, в «Смех без правил»? Можно. Я два раза ездил, на самом деле, я был во втором сезоне, но там совсем все плохо было. И потом перестал я заниматься этим как-то активно. Ну хорошо. У меня не было своего материала, я не стал развиваться как Коль. Понятно. Слушай, Степан, вот так получается, что, ну, вот так уж получается, что ты стал менеджером, по сути дела, артистов, продюсером, но человеком, который делает дело вокруг определенной, как это сказать, красивой вещи, хорошей вещи, юмора и так далее. У тебя получилось провести нескольких людей в эфир. Слушай, вот есть у тебя трио, была идея трио. И как она вообще родилась? Как попал Соболев в «Быдло» и почему «Быдло» трансформировалось? В 2011 году я начал переезжать в Санкт-Петербург. Кот занимался общением с площадками и с творческими единицами. На тот момент там уже жил Илья. Он тогда был еще студентом в Баскадемии театрального искусства ГАТИ. Учился вместе с Кукотой и Чеховым на одном курсе и, собственно, проживал в Питере. Занимался немного стендапом. Мы в декабре открыли Comedy Club, полгода проработали и случайно несколько номеров ребята написали втроем. Потому что тогда не было понятной цели, зачем функционирует Comedy Club, тем более у комиков. Потому что эфиров в этой программе не было. Желания у ребят, на самом деле, попадать в Comedy Club тоже особо не было. Потому что после феноменального успеха в других проектах на ТНТ уже хотелось что-то делать свое. И многие так и поступали. И, собственно, сделали несколько номеров. Они получились хорошими. Позже были замечены продюсерами Comedy, Славы Дусмухамятовым. Гарик посмотрел их еще раз. И, собственно, ребята решили, что, наверное, стоит попробовать что-то сделать в нише Comedy Club. С 2013 года, получается, ребята начали активно работать втроем. И в августе была первая съемка уже. А дальше... Ну, просто мы... Comedy Club — это очень сильный, понятный ресурс, который помогает и комику встать на ноги. И позже уже гораздо легче войти в какие-то следующие телевизионные проекты, которые, надеюсь, в скором будущем появятся. Я тебя буду спрашивать в основном про связь, ну, как сказать, реальной жизни с телевизором. Вот. Хотел бы узнать, что такое адекватный комик для Comedy Club сейчас, по-твоему, написано с какими-то параметрами? Сейчас очень много новых людей появилось, которые в эту категорию попадают. То есть это расширился состав Comedy Club очень сильно, очень много ребят, победителей проекта Comedy Battle пришли туда. И, наверное, критерием адекватности это служит в первую очередь работоспособность и понимание формата. Потому что у каждой телепрограммы, которая есть юмористическая, что на ТНТ, что на других каналах, очень важно попадать, понимать формат и писать именно в этом узком коридоре. То есть кто-то говорит, что Comedy Club какой он политический, какой еще какой-то другой. Он просто для взрослого, понимающего человека. И чтобы понимать, что веселит взрослого, понимающего человека и писать туда, вот этот навык как раз и необходим. Какой, по-твоему, сейчас путь комика? Ну, смотри, если бы ты был молодым, да и ты видишь молодых комиков многих, что им не хватает для того, чтобы вообще идти дальше, двигаться? То есть на чем обычно этот комик встает и больше ничего не делает? На том, что напишет один лучшие 15 минут своей жизни в 22 года и с ними выступает последующие 10 лет. Меняется восприятие юмора везде. Нужен огромный объем нового материала и умение писать и понимать его. То есть все ленятся. То есть, на мой взгляд, основная причина неуспеха каких бы то ни было людей – это лень. Вот и все. Просто никто ничего не хочет делать. Есть ли какой-нибудь способ определить… Ну, наверное, нет. Ладно, давай этот вопрос забудем. Я попытаюсь… Определить перспективу развития этого человека и вообще, правильно ли ты идешь? Да. Сейчас сеть знакомых у каждого комика в стране, благодаря социальным сетям, ВКонтакте, Фейсбук, она очень открыта. То есть легко можно понять, что происходит в Самаре, что происходит в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Калининграде. Всех этих людей можно увидеть, с ними можно познакомиться. О Камеди Баттл и что я подружился к этих людей. То есть ты находишься в понятном обществе. И если раньше было какие-то две разные направленности, то что люди в КВН их не знают в Камеди Клаб. Кто в Камеди Клаб не знает, кто на маленьких нишах, на открытых микрофонах где-нибудь выступает. Сейчас это все изменилось и все всех знают абсолютно. Причем никаких ограничений нет. Иногда потолком для выступающего может казаться то, что я замкнулся в своем городе и не знаю куда ехать, не знаю куда бежать. На самом деле легко можно закоммуницировать с любым городом, съездить, посмотреть, что происходит там, выступить у них, привести их к себе, обменяться каким-то опытом, пониманием того, что происходит и увидеть свой следующий шаг. Очень сильная платформа, от которой некоторые отказываются по разным причинам. Когда будет выходить в эфир это? Да я думаю смонтирован на этой неделе. Просто до 25-го или после 25-го. До 25-го. Есть ребята, которые дошли до полуфинала. Бац! Ладно, ну это все уберешь. Многие сомневаются, надо идти в какие-то стартовые проекты а-ля Камеди Баттл. Например. Потому что там я буду падать, моя репутация пострадает, а как же я потом еще раз буду идти? Сейчас это единственная и самая сильная платформа, которая даже при условии, что в следующем году анонсирует, что Камеди Баттл будет проходить без гарантированного попадания в Камеди Клаб. Ты все равно окажешься в команде большого юмористического продакшена и применение тебе там найдется. Потому что всегда не только победители с сезона находят какую-то свою нишу, но и полуфиналистов. Финалисты входят в какую-то систему оборотную. Люди становятся авторами, сценаристами. Они в конце концов получают коммуникативные навыки среди окружающих и начинают кататься по регионам, по филиалам Камеди Клаб, которых сейчас не так много. Но с учетом их сокращения повысилось качество каждого филиала. И это позволяет мне стоять на месте. Поэтому был бы я сейчас в возрасте, когда я только начинаю или когда я хочу шутить, я бы в любом случае не вижу альтернатив, пошел бы в баттл. Ясно. Ну, хорошо. Для тебя это довольно прозрачный путь, насколько я понимаю. Мне кажется, да. Хорошо. Смотри, ты организовывал Камеди Клаб Самара Стайл, ты организуешь Камеди Клаб Питер Стайл с точки зрения отношения... Камеди Клаб Санкт-Петербург. Извини. Да, это важно. Это важно. Санкт-Петербург. С точки зрения привлечения народу, отношения людей к самому действу, ну, просто на примере Камеди Клаб, потому что был здесь и там, для тебя разные города Самара и Питер? Разное время, я бы так сказал. Потому что Камеди Клаб поменялся, и если раньше я строил себе иллюзию, что... Ну, на самом деле это не иллюзия, это правда. То есть Камеди Клаб, он может быть успешным в рамках города, если по двум причинам. Либо внутри находятся сильные персоналии, которые а, смешны, б, возможно, медийны, и там выдают новый материал, и понятно, почему нужно там 150 гостям прийти на это мероприятие. Просто, чтобы получить удовольствие от контента. Это первая причина. Вторая причина – это значимость бренда внутри города. То есть, когда был Камеди Клаб Самара Стайл, здесь ничего не было, кроме этого. Можно было сходить попеть в караоке, поиграть в боулинг, либо прийти на готовое шоу «Единственное в городе». Оно получалось, именно поэтому работало. У нас не было ни одного медийного персонажа. Мы работали на свою аудиторию, и это получалось. Сейчас в Петербурге ситуация другая. К нам приходят туда, мы держим бренд на уровне, стараемся делать все хорошо, но все равно приходят уже больше на понятные лица. И это успеха приносит больше, потому что в любом случае что-то большое и цельное, оно создается из персон. Чем сильнее каждый человек внутри, чем мощнее, чем он интереснее, чем он больше появляется где-то в эфирах, тем больше пользы в целом общему делу. Поэтому одновременно нужно следить и за тем, кто у тебя каждый человек внутри, и что у тебя в целом происходит с подачей твоего бренда. Не важно, это может называться Камеди Клаб, или это может быть шоу какое-то. Есть ребята в Новосибирске делают Good Evening, есть шоу «Спасибо» в Курске, есть в Воронежске ребята, которые делают свои проекты. Если вы работаете на правильную аудиторию, правильно себя преподносите, то успех будет, и вы будете параллельно получать дивиденды с каких-то других дополнительных вещей. Ну, в данном случае мы абстрактно имеем в виду ведение чего-то. Ну, например, да, выступление корпоратива, ведение кого-то, кто-то очень часто, у нас было свое радио-шоу, которое нам помогало, и туда мы пытались и рекламные пакеты какие-то продавали, и еще что-то. То есть много разных источников дохода может быть внутри города. То есть не обязательно бежать из своего города и думать, что перспектива только в Питере, в Москве. Россия большая, города большие, красивые, классные. По-твоему, ну, я так понимаю, остались только самые успешные комедий-клабы и проекты, ну, вот отделение комедий-клабов по стране. Я знаю, но в Нижнем работает до сих пор? Сейчас три активно работающих филиала. Это Петербург, Краснодар, недавно открылся Ростов. Периодически есть мероприятие в Нижнем Новгороде, но практически без основного состава клаба. То есть там 3-4 человека старой, старой команды еще, которые делают, и часто делают они привозы. И в Новосибирске, вот. Да, по-моему, все. Еще в Израиле, в Калининграде ребята работают не под брендом больше. Ясно. Для тебя бренд лично что сделать для Кальмедиклаба? Вот смотри, вот есть человек, он стоит, думает, делать ему свое шоу или бренд? Что бренд даст ему? Ну, как минимум, там. Наверное, какие-то советы, рекомендации, опыт и статус. И, конечно, такую серьезную поддержку и тыл по многим организационным вопросам. То есть то, что с потолка не взять, если ты делаешь просто какой-то местное, ну, просто какой-то свой продукт. То есть это также, по сути, Кальмедиклаб – это франшиза. То есть ты можешь открыть свой ресторан и совершать ошибок сам. Либо ты можешь открыть ресторан по франшизе, договориться с какой-нибудь сетью, и тебе дадут готовую модель для ведения бизнеса. Вот это то же самое. И плюс ко всему ты начинаешь работать в большой команде, в большой системе, у которой есть еще параллельно свои цели, свои проекты и своя укропненная деятельность. Текущая франшиза Кальмедиклаба, именно регион Стайл, отличается от той франшизы, с которой я работал в 2007-м? Индивидуально рассматриваются предложения по каждому городу. И по разным городам есть отличия. Это связано с тем, что за 10 лет моей работы, уже 10, очень много всего происходило. То есть менялись руководители, менялись составы, менялись стратегии, менялись условия, менялись цели, менялось экономическое состояние в стране и в этом бизнесе. Потому что кризис для юмористического шоу на территории города – это хорошо. Потому что есть 100, 200, 500 ресторанов, которые хотят себе аудиторию и не знают, как ее привлечь. Когда все хорошо и люди просто кушают, им не нужна никакая программа. То есть и рестораторы, владельцы клубов, площадок, им вообще неважно, вы не нужны им. Когда наступает тяжелое время, которое сейчас уже длится года два, наверное полтора, встает вопрос о том, как сделать так, чтобы вечером, даже в субботу, заведение было наполнено аудиторией. И, соответственно, это прекрасное время для того, чтобы свой качественный контент предложить этим площадкам и поработать, зарабатывать денег. Хорошо. У тебя в структуре, в твоей, назовем так, в питерской, теми вещами, которыми занимаешься, одна из тех вещей – это стендап Санкт-Петербург, насколько я понимаю. У вас есть там открытый микрофон, который начинал Соболев, это была какая-то развитие. Вместе с Ильей мы это делали в ноябре 2013 года. Начали мы в руки вверх. Сейчас он не занимается этим, насколько я понимаю. Сейчас Илья полностью занят комедий-клабом и собственной коммерческой деятельностью, очень разносторонней. Он пишет стендапы, делает очень колоссально трудоспособный человек. То есть это, конечно, как и Антон Иванов, как и Леша Смирнов. То есть это люди, с которыми… Последите за ними в соцсетях, вы не увидите ничего, что они пишут, потому что они заняты. Ну, целиком в делах. Илья просто не успевает, но периодически просто тем фактом, что он рядом с этим, тем, что он иногда выступает, тем, что он говорит и подсказывает ребятам, как писать, что писать, это уже на данный момент более чем достаточно. Дорогие радиослушатели, пришли бабы, у нас повысился фон. Поэтому мы сейчас будем говорить чуть погромче. Надо рассказать, где мы сидим. Это классное заведение. Можно сказать спасибо? Да, скажи спасибо. Мы платим здесь за чай, платим за все, а здесь просто тихо, уютно и хорошо. Да, но в связи, где есть женщина, есть некоторая атмосфера. Вот. Давай, смотри, когда ты открывал… Я был на выступлении в типографии у вас, там «Типография Роси», по-моему, называется. Это твое, по-моему, мероприятие. У вас довольно много народу там было, то есть был полный зал. Как вы до этого дошли? То есть что делать человеку? Он не знает ничего делать, он хочет сделать открытый микрофон, и у него есть какие-то этапы, ну, что ему не просрать. Есть, вот опять же, к вопросу, где существует Comedy Club и где не существует. Сейчас Comedy осталось очень мало, но из-за легкости жанра стендап, видимой легкости, кажется, что это просто и не заморочено, стендапа появилось гораздо больше. То есть, и вот говорить о точках, где проходят стендап вечеринки, их десятки и, по-моему, уже даже за сотню перевалило по России. Нижний Новгород, как пример, то есть Comedy Club там чуть меньше, но стендап там прям очень серьезный, котируемый на серьезных площадках, который стал хорошей юмористической альтернативой городу взамен Comedy Club. Они начинали тоже где-то года полтора-два, по-моему, назад, и путь у них был примерно такой же, как у нас. Могу рассказать, что в Питере за два года получается? Два или три? Ну, два где-то. А, нет, по-моему, даже ноябрь 2012 это был. Неважно. Да, в общем, площадок у нас несколько, форматов тоже несколько, которые формируются постепенно. То, с чего начинается все в любом городе, это открытый микрофон. То есть, просто нужно понять количество людей, которые хотят этим заниматься, которые готовы что-то писать, которые готовы что-то делать. Это первое. То есть, какая-то коалиция, какая-то группа людей. Чаще всего даже не нужно, поскольку это не КВН, не нужно собираться командой, а достаточно одного-двух идейных вдохновителей, которые выдают основную массу контента и проверяют свой материал. Потому что сейчас уже спешл, ну, видео, понятно, это специфично, но такой сольный концерт уже делал, наверное, каждый комик, который занимается. Набрать час разговора, и он получится, и все будет классно. Поэтому нужно несколько инициативных персонажей, которые вокруг себя начнут собирать в первую очередь комиков, во вторую очередь аудиторию. В Питере мы сделали один основной рабочий открытый микрофон, который продолжается у нас без перерыва три года, каждый вторник. Для того, чтобы люди привыкли к тому, что там происходит, нужно, приходя на мероприятие, чтобы они получали удовольствие, не нужно делать стендап для себя, не нужно замыкаться и там какие-то максимальное количество, говоря терминами внутряхов, выгружать и рассказывать о том, что ну что ж, мы здесь проверяем материал, здесь мы тестируем, вообще у нас все классно, но вот сегодня такой день, оправдываться перед аудиторией. Человек в любом случае пришел, пусть он не платит за это денег, а это, кстати, для открытого микрофона. Я считаю, основной принцип, не нужно собирать людей деньги за то, в чем ты не уверен. То есть суммы там от 100 до 300 рублей, это, ну, они не приносят деньги и организатору, и только бесят людей и ограничивают количество аудитории. Поэтому делайте это бесплатно. Договоритесь с заведением, пусть вам дадут 2000 рублей, 500 рублей на диджея, 1500 рублей на инициатора всего этого происходящего, и делайте каждую неделю в одном и том же месте, на протяжении долгого периода времени, с обязательными несколькими инструментами усиления коммуникации аудитории эти мероприятия, усиление анонсов и коммуникации, о чем я говорю. Социальные сети, которые работают во всех городах, введение инстаграмов, рассказ, чтобы люди, которые там есть, они рассказывали об этом. Они будут об этом рассказывать не потому, что вы будете им говорить, пожалуйста, сообщи, пожалуйста, сделайте, поставим обязательные условия, прийти можно только таким образом. Они будут это рассказывать охотно и тащить туда людей, если там будет весело и хорошо. Весело и хорошо – это не значит 20 человек, которые по 2 минуты выходят и несут иногда очень несусветную чушь. Это может быть 5 человек, но позаботьтесь о качестве, попишите, подумайте, поанализируйте и выдавайте новый материал. Есть технология сбора аудитории, которая нам помогает очень сильно в Петербурге. Мы помимо открытого микрофона сделали формат, который применяет в Москве стендап-комики для своих телеверсий. Это технические вечеринки. То же самое делаем мы. То есть это такая обкаточная система материала для контента, который, ну, наверное, куда-то пойдет. То есть тоже все то, что вы делаете, навряд ли кому-то нужно, кроме вас. То есть это, знаете, подразумевайте и готовьтесь к тому, что вам нужно написать там несколько десятков листов материала, чтобы это кому-то понравилось и пригодилось. Технические вечеринки, формат, который помогает ограничить немножечко аудиторию, он подразумевает под собой некий более серьезный уровень контента. То есть если на открытом микрофоне может прийти случайный человек, то там вроде бы сбитая команда. Их есть смысл запускать, если из вашей команды выступающих на открытом микрофоне появилось уже там, ну, человек 8-7, которые могут написать чуть больше и чуть интереснее. В Питере они у нас проходят два раза в неделю, понедельник и четверг. Попасть на эти мероприятия можно строго по записи. Это повышает и ажиотаж, аудитория немножечко, и некий клубный формат позволяет обозначить, потому что тогда повышается ценность этого события. Берется абсолютно небольшая площадка. То есть если открытый микрофон, можно проходить на 100-150 человек, и там может быть какой-то траж технические вечеринки, 40-50 человек. Заранее записано на специальный аккаунт ВКонтакте, без списка, без фамилии, без понимания, что это состоится, мероприятие не проводится. И на этом мероприятии ребята готовятся уже к какому-то своему большому проекту, большому концерту, возможно, который пройдет раз в полгода, возможно, большой вечеринке, которая пройдет раз в месяц. Для третьей аудитории. То есть чем они отличаются? Если открытый микрофон, любые случайные люди, проходил мимо, зашел, будет там 100 человек, сегодня 20 или завтра 150, неважно. Самое главное, что на технической вечеринке у вас есть 30-40 ваших друзей, которые посмотрят ваш материал и контент, и скажут, и могут дать даже вам обратную связь. Такое мы проводили даже с трио у нас. Очень много было открытых репетиций, которые мы также по записи собирали от 40 до 80 человек. Ребятами показывали номера, после этого спрашивали, как считаете, это хорошо, плохо, вы вообще поняли, о чем этот номер? То же самое со стендапом. Ты зачитал, рассказал, ты после этого можешь 5 минут постоять и поговорить. Вам близка тема, понятно, о чем я говорю? Или только у меня это в жизни происходило, и вообще вам мое мнение интересно или нет? Или я говорю как-то не так? И тебе из зала друзья, товарищи, близкие или часто ходящие люди на эти мероприятия скажут, что ты пока не счешь чушь, ты не понимаешь, что ты говоришь, ты нам не интересен, вот твой друг молодец, а у тебя все плохо. И услышьте это от зрителя, потому что многие ходят за советами друг к другу, советуются внутри себя. То есть самая большая проблема – это замкнуться кругом из 6 человек и обсуждать свой собственный монолог в шестером, без перерыва, в течение полугода, причем один и тот же. Говорите с людьми, показывайте. Это очень сильно помогает. Чем сильнее вам люди будут говорить жесткую правду в глаза, тем выше у вас будет мотивация возрастать. Дождитесь того, что вам не надо будет спрашивать в зал, они будут вам отвечать аплодисментами на ваши шутки. То есть если у вас открытый микрофон в городе, возьмем какой-нибудь маленький город, например, Норильск, откуда я. Есть, там они делают только вечеринки, сразу. То есть не надо ничего проверять, неважно, мы продадим по 500 рублей билеты, и, собственно, самое главное, что у нас все здорово. И вот открытый микрофон проверять, становиться, потому что нужно щупать аудиторию каждому комику. Дальше технические вечеринки, что-то для ваших друзей. То есть причем их не нужно, они не должны рекламироваться вообще. То есть об открытом микрофоне в городе должен знать каждый, о технических вечеринках. Чем меньше людей знает, тем лучше. Потому что вы там можете показывать тот же самый материал. Для чего делается запись. То есть тотально самые первые мероприятия мы делали, контролируя список пришедших гостей. Чтобы тот же самый Иван Иванов не приходил постоянно на все мероприятия. Потому что он там, у него может быть очень много свободного времени. Спасибо ему за это. Но, к сожалению, он не увидит там ничего нового, на что рано или поздно он начнет злиться. И вот те комментарии, которые каждый из комиков из вас получал, то, что когда будет новый материал, что происходит, это пишет как раз вот этот Ваня, который очень трепетно относится к вам, оцените этого человека. Но он устает от одного и того же материала. Поэтому на первых техничках мы прям списком выписывали приглашенных гостей. И в рамках двух недель, когда катается тот же самый материал, собирали разную аудиторию. Чтобы разные люди смотрели и видели, что происходит. То есть ты сам ощущаешь, ты первый раз в понедельник, то, что ты написал с утра, катаешь. И ты катаешь это четвертый раз в конце, а через две недели там сидит другая аудитория и реакция уже другая. Если ты ничего не меняешь, тогда не нужно проводить четыре технических вечеринки. То есть я думаю, это понятно, что ты выступил, что-то убрал, дописал новое, вызвал, убрал, дописал новое. И в конце, через две недели у тебя может быть абсолютно что-то другое, но не факт. Если вдруг уже абсолютно поменялось, тогда можно снова персонально пригласить этого человека. Он с собой снова приведет 4-6 друзей бесплатно, и они дадут вам обратную связь и скажут, что поменялось, что нет, и скажут спасибо вам. То есть это налаживает и коммуникацию с вашей аудиторией, и качество оценки материала. Напоминаю, это все бесплатно проходит. И третий этап – это большие, регулярные, с какой-то хорошей ценовой политикой мероприятия. Отличие стендапа и комеди-клаба в целевой аудитории и платежеспособности. То есть за стендап люди не будут платить много. Это народный бренд, то есть он должен быть доступен для людей. То есть стендап – это человек, который ехал сейчас с тобой рядом в метро, или в маршрутке, вышел и рассказал о своих проблемах. Ты не можешь за этот рассказ заплатить 5 тысяч рублей. Единственное исключение, понятно, телешоу, но там уже работают не правила стендапа, а в большей степени работает уже медийность и ажиотаж вокруг персоналей. Соответственно, цены на стендап должны отличаться от цен на комеди-клаб. Средняя цена на комеди-клаб по России региональной, без участия звезд от 1000 до 4000 рублей. Разбег цен по стендапу я бы рекомендовал, наверное, вот делайте от 300 до, наверное, до полутора максимум. То есть это такой потолок, который многие спрашивают, зачем делать полторы цен. Опять же, по разным городам. Есть богатые районы, есть классные выступления. Всегда можно прийти и сработать в богатом ресторане на богатых людей. Для них это вообще не деньги. Но нужно максимально народно это делать. Поэтому должна быть вилка цен, должна быть разница, кто ближе, кто дальше сидит, кто ходит постоянно, непостоянно. И всегда есть люди, которые готовы доплатить за комфорт. Ну, просто обеспечьте его. То есть нельзя, чтобы дорогой стол стоил столько же, сколько стоит стол за столбом, за которым тебя не обслуживают, ты не ешь, ничего не происходит. И, собственно, это мероприятие проводится уже с какой-то коммерческой выгодой. Для вас, для площадки, возможно, эти деньги сложившейся какой-то организации стоит потратить на улучшение своего имиджа в рамках города. То есть ваша стендап-вечеринка. Именно такая схема, она приветствуется у Нижнего Новгорода. И там успех ребят очень высокий. То есть у них огромное количество мерча, которые они дарят людям, визуализация, которая на сцене есть. То есть там какие-то светодиодные панели, дополнительные вещи, специфичная андеграундная площадка, на которую приятно сходить и приятно проводить. Поэтому контролируйте помещение, где вы будете проводить это большое классное мероприятие. Найдите его и не кочуйте с него. Потому что людей всегда нужно приучать к формату. Найдите что-то самое лучшее и работайте именно там. Чтобы не кочевать. Открытый микрофон не должен перемещаться. Техническая вечеринка может проходить где угодно. Можете ее хоть дома собирать. Это не принципиально абсолютно. Вот две локации от самой базовой, от открытого микрофона, где вы собираете просто людей. И до дорогого концертного выступления нужно четко с ним определиться. Мы в Петербурге очень долго искали такую площадку. И не проводили этих мероприятий платных до того момента, когда уровень комиков не достиг достаточно хорошей планки. И сейчас мы зафиксировались на территории наших друзей клуба «Космонавт». Это одна из самых серьезных концертных площадок Санкт-Петербурга. В большинстве своем там выступают какие-то музыканты разного формата. От Noise MC, Moto и разных других рэперов, заканчивая Алисой, Чижом и Крайзи Таун, и многими-многими другими там иностранными группами. Очень сильно котируемая площадка, которая помогает нам и с продажами, и с рекламой, потому что у них своя промо-программа очень серьезная, и база аудитории. И нам там очень комфортно работать. По пожеланиям вот этого большого мероприятия, я бы рекомендовал выбирать его с учетом отсутствия каких-то столиков или еды. Или даже если есть столики и стулья, или там партерная посадка, как опять же на Новом Арбате, например, в Москве, в стендап-клубе. Чтобы люди ели и пили до начала, а потом сидели и смотрели, что происходит максимум с бокалом пива. Опять же, это отличие от Comedy Club. Comedy Club такая форма, что человеку нужно вкусно, дорого есть, пить дорогой алкоголь, купить за много денег, и со сцены, чтобы его еще как-то поддели, или не его, а человека, который сидит рядом, там номинальная звезда вашего города. Вот это в клубе очень важно. Стендап, человек пришел послушать. Слава богу, что сейчас люди общаются, люди читают, люди смотрят, людям интересно мнение, и стендап очень хорошая форма для подачи этого мнения со сцены. Поэтому учитывайте это в выборе площадки и не мельчитесь с одного на другое. Хорошо. Четвертая форма еще есть. Давай. То, что уж совсем, когда у вас будет классно, можно сделать. В Питере мы это нашли. Площадка, часто это какой-нибудь дом, дворец молодежи, дом культуры, что-нибудь очень странное, некоммерческое, не стоит идти в филармонию вашего города и договариваться о том, что давайте мы сделаем это у вас, у нас все получилось. Потому что большие концертные площадки – это бизнес. То есть нужно брать сильного артиста, продавать, и там отдельная сложная структура выстраивания работы. Можно найти какой-то ДК, возможно, кинотеатр какой-то крупный. У нас в Петербурге это культурно-досуговый центр «Московский», который находится не в центре. Мы обсудили с ними условия. Им это необходимо в рамках творческой занятости и досуга Московского района. Нам это нужно для комиков, чтобы выступать не только в баре на 20 человек или на вечеринке на 150 человек, а выйти. и попробовать себя на аудитории в размере тысячи человек. Там большой зал, тысяча мест. Его мы забиваем битком, и с дрожью в руках туда выходят наши ребята. То есть эта школа очень классная. Это то, чего не хватало мне и нашему коллективу в шестом-седьмом году. Потому что если вы играли в КВН, работая на 2-3 тысячи человек, даже находит на стадионе, неважно, это все равно не то. Потому что ты в команде, все так классно, вы закрылись стеной от зала, отработали заученный текст. Когда ты выходишь один на один разговаривать, и перед тобой тысяча человек, а тебе 20, сколько-то лет, от 20 до 30, и только начал заниматься стендапом, это, конечно, опция очень крутая. По-другому ты начинаешь думать, ты по-другому воспринимаешь реакцию, по-другому все происходящее. В Питере это мероприятие у нас проходит бесплатно, с некой периодичностью. То есть мы не берем с людей деньги, потому что собрать тысячу человек на Анатолия Антонова, который живет с тобой в соседнем доме, это достаточно сложно. Но когда у вас соберется аудитория, когда у вас будут битком открытые микрофоны, когда у вас не будет проблем с техническими вечеринками, у вас будут хорошие продажные мероприятия раз в две недели, раз в месяц с качественным материалом на аудиторию, которая платит, это все разные люди на этих событиях. Тогда вы общим скопом сможете собрать эту тысячу человека, выступить на них. И там подъем внутреннего самосознания комика очень сильный. Вот как все устроено в Петербурге. Мощный монолог был, минут 15 он занял. Но на самом деле ты по сути дела рассказал все. То есть от начала до конца и слава богу. Но смотри, есть отдельный комик. Я так понимаю, что все в этом процессе связано. То есть если кто-то, один человек или группа людей все это толкает, и толкает периодически успешно, отсутствуют вопросы с приходом новых людей, как я понимаю. Отсутствуют вопросы с приходом новых площадок, которые хотели бы показать хотя бы временами у тебя. Правильно я понимаю? Я, наверное, не стоит рассчитывать на команду. Вот в чем тоже ошибка, наверное. Ну-ка, ну-ка. Потому что команда может быть сформирована. Это как в бизнесе. Когда ты делаешь какой-то проект, если у вас 20 учредителей, то вы заработали 100 тысяч рублей, получили по 5, и все 20 учредителей недовольны. То есть тут стендап это заработок не денег даже. Тут даже делить нечего. То есть так много организаторов, мнений и вопросов того, как это сделать, что какой-то раздрай рано или поздно может произойти. Поэтому так сложилось, что зачастую я брал на себя ответственность и принимал какие-то решения. Надо это делать, не надо. Есть сегодня человек или нет. Первые open mic я на них выступал, потому что там не было людей. Были я, Соболев и три человека каких-то. У нас был таксист, который приходил рассказывать истории со своей девушкой. Был из ближнего зарубежья гость один, не помню, из Узбекистана, по-моему, который тоже приходил заниматься стендапом. Пару девочек и еще кто-то. То есть никого из тех людей, которые были на наших первых open mic, их сейчас нет. И мы работали вот этой командой. То есть вот тоже. То есть если говорить о том, что мы собрались сегодня в пятером, а мы в ближайшие 15 лет будем идти вместе, к сожалению, не так. Потому что стендап, почему он работает, а почему он кажется легче? Потому что все зависит от одного человека. То есть если тебе это надо, ты сделаешь свой концерт, ты сделаешь свой монолог, ты отвечаешь за свои 15 минут на сцене. И когда тебя позовут в какой-нибудь телепроект, ты поедешь один. Ты не возьмешь с собой всех ребят, к сожалению. Вот, ну, Нурлан Сабуров уехал в Москву. Потрясающий комик, очень смешной. Сейчас с высокими, с высочайшими рейтингами, колоссально успешный. И, к сожалению, он как бы он не хотел и не желал, он не может с собой забрать весь Екатеринбург. Вот. А в Екатеринбурге ребята почему-то немножечко ослабили... Темп. Темп, да. Потому что то, когда там были все, Женя Кожевин, Илья Гуцалюк, остальные ребята, Нурлан, все, Саша Пуртов, я очень давно его знаю. Вот. Была прям команда-команда. Одного человека забрали, и как-то все вот ослабло, и они разочаровались, и, наверное, подумали, что, ну, не знаю, деталей надо у ребят, наверное, спрашивать. Они тоже есть в интернете. Вы можете спросить у них, как это произошло. Вот. И что изменилось, и как это сотрясло их. Сделай с ними подкаст. Такой же, я думаю, там отдельная, очень интересная история. Вот. И вот такое чувство, что на Собурове все держалось там. А работает-то то, что все должно дальше. Именно так часто бывает, что из коллектива уходит один какой-то человек, неважно, вы идете в клубе, 10 человек, все классно, все редко, все общаетесь, один человек уезжает на такси домой, и пьянка заканчивается. Потому что вопрос, вот, весь энергии, и... Жениха. Да. эмоционального настроения. Соответственно, здесь то же самое. Команда нужна, она должна быть. Но тебе надо это или нет? Вот тому человеку, который сейчас это смотрит и думает заниматься или не заниматься. Не жди, когда к тебе придут и скажут, мы городская область, нам нужна команда стендапа для поездки, для поездки в Сочи на фестиваль стендапа. Вот вам денег, вот вам счастье, а потом мы вас еще на первом канале снимем со сольным концертом. Ничего не будет вообще. Это никому не надо. Если не надо тебе, то не будет ничего. То же самое здесь. Почему? В Питере мы это все заварили и получилось. Все сомневались. Как бы я туда переезжал и разговаривал с людьми, которые ранее занимались там каменеклабом, говорили, да, куда уж, все время не то, все отошло, все разбежались, ничего не получится. Перестаньте. Приехали, сделали, все нормально. Все работает. Сейчас у нас 50 человек работает там. И шутят, и новые приходят, и кровь меняется полностью. Приходят новые люди. Старые умирают, уходят, становятся ленивыми, в другом темпе работают. Люди соберутся, если будет какой-то главный центр движения. Их может быть несколько, конкуренция тоже крутая. Пусть будет в городе 10 опен майков, разных. Постепенно они либо все соединятся в один, либо будет 10 классных. Хорошо. У тебя есть какие-нибудь критерии объема работы? То есть, ты можешь как-то оценить, много ли работает человек или мало по цифровым данным? То есть, не просто ты посмотрела, какая-то... Я в какой-то книжке читал про правила 10 тысяч часов. Мальком Гладуэл есть такой чувак. Очень крутая штука. То есть, 10 часов беспрерывной работы принесут тебе результат. Тратишь ты их в течение какого-то определенного периода времени. Ты это не знаешь. Вопрос не в том. Ты говоришь, что люди теряют темп, становятся по каким-то причинам. Стареют или грустят, или женятся. Не знаю. По-разному. Что такое потерять темп для комика? Сейчас, поскольку я сам не пишу, к сожалению, я в объемах листов это не могу сказать, конкретную цифру какую-то. Но вот по трудозатратности приведу пример трио. Когда нужно выписать какой-то набор номеров к съемкам, ребята на месяц выпадают из жизни. Как многие выпадают из жизни, когда я устроился работать в Роснефть, и я там занят, в 9 утра я там должен быть, в 7 я должен уйти. Если я не буду, мне не заплатят денег. Вот тут то же самое. Если ты не потратишь 8-10 рабочих часов в день на стендап, в любом его проявлении, чем бы ты там не занимался, ты не получишь ничего. То есть там денег, успеха, славы, хорошего монолога. Соответственно, мне кажется, что 8-10 рабочих часов посвященных этому, этой идее действия. Да, стандартно. То есть просто, если ты где-то работаешь и тебе нужно зарабатывать деньги, потому что тут вопрос часто возникает, а как же мне жить, что же мне делать там. Просто очень странно, когда этот вопрос возникает у человека, который жил до этого 7 лет с мамой, и что-то его это не смущало. Тут он еще пока не устроился на работу, но уже не может заниматься стендапом для этого, а очень много ребят в возрасте 19-20-23 лет этим занимаются, когда еще учатся в ВУЗе. То есть, а ВУЗ вообще очень расслабленная история. Я его закончил через 2 года. И нормально начал заниматься юмором. Соответственно, если в сутках 24 часа, 8 часов сна, 8 часов твоей официальной работы и еще 8 часов чего-то. Ты работаешь, еще 8 часов отдай стендап. Не работаешь, отдай 12 часов стендап, и все нормально. Потрать время на написание материала, на поиск площадок, на выступление, на коммуникацию с людьми по этому поводу. Потрать час времени на наше с тобой интервью, которое, дай бог, человек 50 посмотрит. Хорошо. Слушай, а что там за история с командой СОК была, в результате которой родился Самарский Comedy Club? Очень простая. Сейчас мы с ребятами со всеми дружим. Я играл в этой команде КВН. Просто мы там были вместе с женой Аней. Это был 2000... О, СОК появился в 2005 году. В 2004 я играл в команде КВН Самарский городовой. В 2005 собрали большую сборную под названием команда КВН СОКа появился спонсор. Начали играть, съездили в Сочи с авторами. Получилось все классно. Зашли в Поволжье и после второй игры я ушел. Это было связано с чем-то? Я уж не знаю, насколько это так, потому что это было 10 лет назад. На тот момент мне показалось, что мы начали делать вечеринки. Сергея Николаевича Ларионова, руководителю команды КВН СОК, с которым мы сейчас в очень хороших дружеских отношениях, это не особо нравилось. И я помню, что мы проводили вечеринки синего бренда комедии где-то в Гололёде, в бирже, в каких-то, да, такие все давно забытые места уже, которые не существуют. И даже у команды КВН СОК появился проект комедии ПАП, который они провели в Сквозняке. Там меня не было на этой вечеринке в качестве комика, но я был в зале, смотрел. И как-то так мы... честно, я уже не помню, честно говоря. То есть, что-то мы как-то не нашли общий язык, вот, и я не смог дальше кататься на игры. Вот, я в июне съездил, а когда все понял, еще не было ни комедий клуба, ничего, то есть, просто мы проводили эти вечеринки. Первая у нас была 17 апреля в «Звезде», первая тестовая 2005 года, по-моему, вру, 2006. 17 апреля 2006 года мы провели первую какую-то вечеринку клубного формата в «Звезде». Я собрал вообще всех. То есть, просто любой человек, который мог что-то делать, там они выступали. Мы сделали первую, потом начали проводить дополнительные. В июне я съездил в Москву в «Комеди-клаб», в мае мы сыграли игру в «По-Волжи», которую мы выиграли, и вот до следующей игры было еще что-то месяца три-четыре. В это время я съездил в Москву, поговорил с отделом франшизы, мне сказали, ну, теоретически, да, делайте вечеринки. Я понял, что если я буду и там, и там, я не успею. И понимал, что в «Соке» я, ну, не самый классный. Вот, потому что потрясающие ребята, которые и старше меня, и опытнее, и смешнее. То есть, там, Саша Волохов, Дима Колчин, Леша Зюзин, это все монстры. И на тот, еще 10 лет назад они были очень крутыми, а я был подросток, мне было 19 лет. Вот, если я понимал, что, ну, наверное, да, но сложно, поэтому попробую сам. Вот. И взяли мы разрешение на «Камени Клаб». 28 октября 2006 года мы начали работать под брендом. К нам на открытие приехал Саша Ревва с Гавром. Вот. И он, Ревва, открыл мне дорогу в юмор. У меня очень много людей по очереди эту дверь приоткрывали, вот, в том числе и Зюзин с Колчином, и еще много разных. И вот, официально получилось так, что вот мы с 28 октября начали работать. просто две, две одновременно не стоит распаляться, то есть, тогда, тогда что-то получится. То есть, одновременно совмещать КВН и Камеди возможно, но сложно, и вот в том разрезе трудозатрат, которые я хотел посвятить, у меня бы это не получилось. То же самое по многим другим моментам. То есть, если у тебя есть кивент-агентство, Камеди Клаб, команда КВН и, не знаю, еще кафе свое, ты, что-то одно будет хуже работать. Я тебе придумал, что это не HD камера? Не важно, я щербатый там? Нет, ты там просто, ну, ты увидишь это, короче. Ладно, да, она не понимает, что здесь светло, не особо понимает. Я светлый, пушистый, самый нормальный. Слушай, вот такой вопрос. Смотри, так получилось, что когда ты приехал в Питер, там, ну, достаточно много людей было. Ну, само по себе место. Ты создавал с другой стороны Самарский Камеди Клаб, просто позвав всех, вообще всех, кто, ну, кто не мертвый, скажем так, правильно я понимаю? Ну, кто откликнулся на твой призыв? В Самаре. Да, да. В принципе, подход у меня был и вот в 2006 году, и в 2011 году одинаковый. То есть, это не транспаранты на улице, что, ребята, открывается клуб, приходите, нам нужны официанты, бармены и комики. Вот. А это был, наверное, ну, в то время я был фанатом КВНа, я изучал все, знал вплоть до отбивок, которые у кого звучали, там, кто куда ездил, кто как этот, я читал, познавал, вот. В 90-е я читал анекдоты и знал все про анекдоты. В начале 2000-х все про КВН, сейчас вот больше клуба и каких-то клубной истории. Вот. Я понимал, кому надо позвонить, кому надо писать, знал все юмористические команды, ну, на тот момент КВН-овские команды Самары, знал везде хедлайнеров, знал, кто пишет, кто не пишет и с каждым человеком говорил персонально. То есть, это не общие собрания и там, не заседания в зале на 1000 человек, есть там из вас кто, а это все-таки организм такой, наверное, очень сложный. Индивидуальный. Да, потому что, у каждого человека своя мотивация, почему он делает тот или иной процесс. И очень важно еще общая атмосфера в коллективе и понимание того, кто что делает. Опять же, 50 человек, которые делают одно и то же дело и говорят о разных вещах в разные стороны, нужно понимать, кто куда тащит и кому что от этого нужно получить. И, соответственно, я пытался найти с каждым какой-то компромисс, благодаря чему мы и работали и с какими-то молодыми тестовыми комиками, которые только приходили, которые пробовали. И даже не с комиками. Например, есть такой человек, Денис Коршиков, который в Самарском филиале, Камени Клаб, читал блок новостей. Был такой прекрасный, Денис Коршиков. Да, очень хороший человек. Он начал читать новости просто так, потому что он не играл ни в виде КВН, ничего у него не было. Он пришел, сказал, я вот хочу попробовать. Мы с ним поговорили, поискали. Он начал писать, это было очень смешно, и он стал постоянным выступающим человеком. Просто слово резидент, оно тоже немного, наверное, уже как-то очень часто на слуху, и основной его, семантику этого слова понимает не каждый человек. То есть, резидент того или иного продукта, это человек, там, резидент страны, человек, находящийся на территории определенного государства. Резидент клуба, это человек, который часто там выступает. Он может делать все, что угодно, еще где угодно. Он может творить разные вещи, но если он 70% времени участвует в этом процессе, то вот его можно называть резидентом. Вот так там эти люди появлялись. В Питере то же самое. У меня было там 20-30 встреч с разными людьми, плюс 3 кастинга больших. Кастинг просто я боялся, что я кого-то мог упустить. То есть, но в итоге с кастинга не пришел ни один человек, потому что если это не кастинг Comedy Battle или какого-то телевизионного проекта, куда тоже люди приходят с конкретной целью получить шанс побывать в телевизоре, выиграть денег, добиться, что-то сделать. Просто вот на какую-то странную вещь подписываются очень немногие. И нужно понять, зачем это делает человек. И в диалоге в Самаре в 2006 году это было понятно. И в 2011 году в Питере это тоже было всем понятно. И очень здорово, что вот в следующем году у нас уже будет 5 лет Comedy Club Санкт-Петербург. Время летит вообще с какой-то скоростью удивительной. И здорово, что многие цели, которые мы там рисовали, они достигнуты и получились. Слушай, расскажи, пожалуйста, что нужно для того, чтобы сделать хорошее шоу? Вот в твоем понимании чего нельзя просрать. Вот ты делаешь шоу и ты понимаешь, что если ты не сделаешь этот момент какой-то, вот точно ничего не будет. Остальные можно там, ну, кое-как. Я, к сожалению, не могу сказать, для меня сейчас хорошее шоу единственное это танцы на ТНТ. Вот честно. Ну и Comedy Club телевизионный. Потому что вот там предусмотрено все, там просто собралась команда, которая перезаварила индустрию в целом и просто сделали революцию. Просто, ну, не возгласно. Что бы они стремились сделать в ресторане, в клубе, и как бы мы это ни называли, слоган, который я придумал с ребятами давным-давно, шоу твоего города, который сейчас разошелся по России, у многих Comedy Club он стоит как слоган регионального Comedy Club. Это все, конечно, здорово, но это все равно какое-то, ну, такое контактное, приятное мероприятие, тусовка на 150 человек, где самое важное это аудитория. Если ты понимаешь, что за люди к тебе пришли и атмосфера, которая там создана, она классная, шоу получилось. Если нет, тогда, да зачем тогда все это происходит? Потому что это все, ну, все равно в большей степени бизнес не в этом, а бизнес в каких-то других больших вещах. Как сделать телевизионное шоу я не могу сказать, потому что не моя, к сожалению, ниша, а там, ну, наверное, частично это приближено к тому, что делаем мы. Просто, ну, по системе организации процесса должно быть понятно, как попадают, как выступают, что за контент, откуда это все берется, как это продается, какой маркетинг у этого события, какое шоу снаружи, какое внутри, какой пост-пиар, какой предварительный пиар и медиаплан. вот из этого всего складывается успех, конкретно, наверное, шоу в том плане, в котором ты подразумевал, задавая этот вопрос. Но, ну, пункты я перечислил, наверное, но, к сожалению, это не цель, наверное, это получится очень быстро. То есть, если начнется что-то делаться, то есть, у нас шоу в Питере получилось там, да, с первой вечеринки. Просто был в чем самый забавный момент. 11 декабря мы открыли Comedy Club в Питере, который открытие мы готовили с февраля, 9 месяцев рожали ребенка. Открылись, когда все закончилось, я просто уставший поехал домой спать, и все. То есть, я просто ничего не испытывал. То есть, не было понимания того, что круто, мы достигли цели, что-то сделано, ну, здорово, был полный зал, очень смешные комики, очень крутая площадка, все получилось, через там тернии к звездам пробрались, но понятно, что вот ты это сделал, все закончилось, и снова ты в нуле. То есть, снова нужно делать то же самое, только теперь чаще, больше, дальше, и так далее. Поэтому какую-то большую цель надо ставить перед собой, чтобы она как-то получалась. Ты сказал слово «формат Comedy Club», как ты для себя его описываешь? Как ты можешь его передать другому человеку, скажем? Ну, кроме… не надо изобретать велосипед, и вот Comedy Club как формат, как форма телевизионная, вечериночная работает уже 12 лет. то есть, это хорошая, дорогая публика, это смешной для выступающего и для этой публики контент, высокий темп и ритм мероприятия, все происходит быстро, классно, весело, энергично, и все, что происходит, никого не напрягает. Вот, наверное, это вот три таких тезиса основных. И ничего туда не надо сверхъестественного добавлять. То есть, чем сильнее ты это делаешь, тем это похоже больше на какой-то корпоратив какой-нибудь компании. Добавлять певцов, музыкантов, шоу-балеты, еще что-то, все это лишнее вообще. Юмор, слово, зал и кайф человека, который это делает. То есть, если комику интересно, зрителю будет интересно. Если ты выходишь на сцену, чтобы пять минут сделать и не получить удовольствия, то бессмысленно прекратить и возьмите паузу. Вопрос еще такой. Есть ли, по-твоему, другой способ какой-то, кроме как... Ну, смотри, у тебя есть понимание, как вот через TNT идти. То есть, ты видишь этот процесс, ты понимаешь, что есть какие-то шансы у человека, ты занимаешься им, точнее, он занимается собой по твоим присмотрам, потому что, я так понимаю, что ты, ну, судя по твоим словам, ты, короче, паши, паши, а мы покажем тебе, куда пахать. Вот так, по сути, дадим траншею. Есть очень много вещей, которые помогают человеку двигаться в нужном направлении. То есть, это не просто совет, там, мы встретились раз в полгода и, ну, вот иди туда. Не получилось, иди в другую сторону. Понятно, что зависит от человека и невозможно человеку навязать работу. То есть, понятно, что человек должен быть трудоспособен. Человек, коллектив, юнит, слот, как угодно это можно называть, в любом направлении. И моя задача в рамках, там, моей деятельности это обеспечить все происходящее вокруг. Начиная от площадок, где он выступает, вот все ресурсы, которые, там, я рассказал, открыто микрофоном по техническим вечеринкам, подготовить, сделать вот эти все моменты. Это первое. Второе. Озаботиться о имидже этого человека, юнита, коллектива в средствах массовой информации, печатных, непечатных, интернет, неинтернет, в социальных сетях, там, по всем моментам. Номер три. Понять, как максимально хорошо монетизировать работу этого человека, потому что есть очень много талантливых людей, которые качественно делают, но это не приносит коммерческой выгоды. То есть, человек должен быть сыт, и если там, основные люди, с которыми я работаю, остаются в состоянии, там, экономического у него удовлетворения, это плохо, грустно, и это нужно менять. Значит, я где-то не дорабатываю, значит, что-то не доделываю, надо сделать так, чтобы все было хорошо максимально в любое время. И в качестве успокоения до момента, там, экономического баланса, вот, нужно просто делать такую, ну, моральную, наверное, какую-то комфорт, зону комфорта для человека. то есть, пусть сейчас там нет каких-то больших успехов финансовых, но все должно быть, остальное решено, начиная от того, как человек там живет, передвигается, где он работает, где он пишет, куда он ходит, что он делает, чтобы все эти вещи, которые могут затрачивать ресурс временной и съедать время, в которое можно было бы что-то хорошее сделать, чтобы все было решено и готово. Ну, в общем, все мы говорим об работе, увеличение часов человека, концентрации его над его материалом, над его выступлением. На одной конкретной цели, цель, ну, у коллектива, опять же, я уже очень много раз это говорил слово, это контент. То есть, то, что человек делает. Нужно определиться, понять, посмотреть и довести. То же самое в стендапе. В стендапе, причем это вообще колоссально сложно, у нас там 10 человек, у нас, которые основная команда, которая занимается стендапом в Питере, по сути, это 10 одинаковых людей, которых нужно понять, чем они отличаются, как они пишут, каждому найти какой-то свой образ, какую-то свою нишу, свою тему, свое мнение, каждому нужно понять, чем он отличается и выделиться в жанре, в котором сейчас пытаются работать все. Ну, мне кажется, что это сам, слушай, по-твоему, стендап самый перспективный сейчас жанр, вот на данном истапе? Ну, судя по тому, что происходит там за границей, ну, да. Комеди Клаб это не жанр, и вечеринки это не жанр, это некий велосипед, на котором все едет, на котором все движется и который не надо перекручивать, не надо переделывать, все, он встал, он будет 20, 30, 50 лет, 100 лет, он никуда не денется, все будет продолжаться. Стендап, там много путей развития, там все зависит от персонажей и от людей, и чем больше людей будут заниматься, тем больше будет самородков, и тем лучше все будет происходить. Ребята уже, вот, кто первая линия стендапа в России, они уже собирают огромные залы, они уже собирают стадионы и работают на русскоязычную публику не только в России, но и по миру, поэтому все, успех стартовый есть, дальше будет только лучше. Скажи мне, пожалуйста, вот, почему нет других шоу? То есть, есть у нас на ТНТ, например, Камеди Клаб, есть у нас, предположим, на СТС пельмени, которые тоже что-то делают и достаточно регулярно, как мы знаем это так. Почему нет других регулярных шоу, которые были бы, ну, по крайней мере, сопоставимого уровня с Камеди Клабом? Ну, только на ТНТ, еще есть, как минимум, однажды в России Камеди Вумен и еще кое-что, что скоро появится. Вот. Они есть, они готовятся, и скоро телевизор их покажет. Причем, они есть и по городам. Вот. ТНТ, в принципе, это сейчас лучший канал в стране. Вот, по многим признакам, принципам и целевой аудитории самый работоспособный, интересный и понятный. То есть, можно много говорить о том, что там, ой, там, телевизор вообще не надо смотреть и так далее. Телевизор – это сильная команда, создающая самую качественную картинку и самый качественный видеоматериал для просмотра. в интернете никогда такого не будет. Очень много есть ребят из интернета, которые ездят со стендапами и собирают залы и так же успешно работают и все хорошо. Просто они не так массово известны, не так ярки, как «Уральские пульмени», «Камеди Клаб» либо «Камеди Ума». Почему не появляются они так масштабно, как, например, там, взять, не знаю, «Камеди Централ», где это, как мне кажется, связано со временем, потому что у нас это, в принципе, существует очень мало. Нужно больше лет, больше, больше людей, понимающих и увлекающихся этим. И тогда первые проекты будут появляться не только в Москве и в Питере, а по другим городам. И третья общая тенденция – это, как я говорил в самом начале, это лень и непонимание перспективы людей, которые этим занимаются. То есть на то, чтобы сделать качественное шоу, надо потратить много лет. Три, пять, десять. То есть ничто не происходило просто так. То есть «Камеди Клаб» появился после того, как все люди его создавшие выиграли все возможные ниши юмористические на тот момент. Ну, тогда был только КВ. То есть там собралась сильная команда единомышленников, которые достигли определенного успеха и создался новый продукт, и он получился. Здесь то же самое. Нужно время. Вот сейчас молодые ребята по 18-20 лет, которые только-только начали там брать в руки микрофоны, что-то делать, что-то шутить. лет через десять у очередной команды из этого возраста будет еще несколько шоу. И будет больше работающих людей, будет больше проектов. Что такое понимание перспективы? Когда ты приходишь работать в офис, ты понимаешь, что сейчас я три года буду перекладывать бумажки, потом мне позволят переставлять компьютеры, а потом мне дадут отдельный кабинет, а потом через 25 лет у меня будет пенсия и я спокоен за свое будущее. Здесь, когда ты комик, ты можешь себе нарисовать картинку, что я Джордж Карлин. Наверное. Но как до этого дойти, непонятно. Можешь написать, что ты я уральский пельмени, я комедий клаб, но как это сделать, непонятно. Куда ты идешь и кем ты станешь, не ясно, потому что комедий клаб долгое время был неким Монте-Карло, который часы остался, туда невозможно попасть. Просто так человек из Владивостока не начнет заниматься юмором, потому что скажет, я же через 5 лет буду в комедии. Причем это возможно, и есть люди, у которых так и произошло. 2014 те же самые ребята, они долго шли, участвовали во всех баттлах, писали, работали в Сочи, и они трейтинги, они стараются, работать сложнее, потому что очень много рядом серьезных комиков, и на фоне них тяжелее пробиваться и удивлять аудиторию, но пройдет время, и они будут сильными, мощными и понятными. Сейчас у любого комика отсутствие вот этой перспективы, которая как-то очень странно, стендап, наверное, да, стендап, там же все так просто, возьму микрофон, выйду, пошучу, и вот я уже с Русланом Белым вместе. А за то время, пока он собирался и думал о том, что сейчас я возьму микрофон и я сейчас что-нибудь напишу, уже у Руслан Белый со всеми ребятами наклепали еще четыре проекта и настолько далеко от него ушли по качеству контента, по формату преподнесения мыслей и плотности юмора, что там уже, если раньше надо было идти полтора года до этого, то сейчас за полтора года отсутствия работы тебе уже нужно идти шесть лет до них. Вот и все. То есть, поэтому чем раньше начинаешь делать, тем быстрее ты понимаешь, что дальше. и, ну, как мне кажется, надо, вот это такая сложность, то, что нужно собраться с мыслями и понять, что будет происходить. Потому что, зачем я это делаю? Ты же сам выступаешь с юмором. Мы с тобой познакомились восемь лет назад, да, девять там. Вот, и тогда начинал заниматься юмором. Прошло восемь лет, ничего не изменилось. Ничего. Ну, глобально, если. Только у тебя есть вот собственный портал, на котором ты можешь рассказать о том, о своем мнении про юмор, который посмотрит какое-то узкое количество аудитории. Есть такое, да. И вот, если бы ты тогда понимал, куда идти и как делать, сейчас было бы, наверное, все по-другому. То есть, эту перспективу никто, к сожалению, нарисовать не может. То есть, ну, я пытаюсь ее обозначить, но очень сложно. Да, ну, это понятно. Самое сложное, когда ты в обозначении перспективы, у тебя в руках только лопата, которую ты копать можешь. Да, То есть, у тебя листочек и ручка, и там у тебя особо-то времени о перспективе думать нет. Куда идти, что идти. Мне-то надо, завтра у меня вечеринка, мне надо написать три шутки. Вот, и вот так проходит семь лет. Через семь лет ты смотришь и думаешь, что-то, походу, не то. Наверное, ну, напишу еще три шутки. Вот. Может быть. Сейчас, я так понимаю, мы к теме менеджа, самом менеджмент перенеслись. Вот смотри, сидит человек. Мы уже поговорили о понимании перспектив, мы поговорили о том, как работают разные системы, все такое. Я так понимаю, мы поговорили о командах с тобой. Ну, команда, что делать в своем городе. Я читал такую фразу, что, ну, не стоит уезжать из своего города, пока вы не стали в нем лучшим. Вот. Как ты относишься к этой идее? Наверное, а зачем становиться лучшим в городе, чтобы куда-то уехать? Не знаю. У меня эта мысль просто сама по себе. И меня она волнует в том плане, что, ну, например, вот человек, понятно, если у тебя нет семьи, вот когда вот нет семьи, ты можешь просто взять жопу в руки и понести ее в Санкт-Петербург, например, или в Москву в ту же самую. У тебя там хоть что-то заварится по большому счету. Ну, как-то так. Ладно, это разговор для бедных. Не, почему? Тут сейчас скажу, надо ли становиться лучшим. Ну, я не уверен. можно стать лучшим в том, что ты делаешь, не относительно других людей, потому что критерии оценки очень проблемная история, с кем себя сравнивать. То есть, я уезжая из Самары, не могу сказать, что я был лучшим там в чем-то, или, я всегда себя очень грустно оцениваю, то есть, ну, потому что всегда есть те, кто класснее во всем, чем угодно, и очень тяжело себя сопоставить с кем-то и сказать, ну, что ж, я лучше тебя, поэтому я поехал. Поэтому я бы, наверное, могу про себя сказать, почему я уехал из Самары. Тут все было хорошо. То есть, мы отпраздновали круто пятилетие, опять приехал Рива, через пять лет цикл замкнулся. Вот, у нас были классные свои вечеринки, которые меня полностью устраивали. Я много зарабатывал на ивент-рынке, меня это полностью удовлетворяло, и было, в принципе, у меня был выбор. Была семья, и сейчас она есть, и ребенок. Мне было 25 лет, и, собственно, встал вопрос, у меня надо, что дальше? Вот, то есть, я понимал, что, в принципе, Самарский комедий-клаб может еще так же жить, 10, 15, да сколько угодно летом. Он бы сейчас жил, если бы я не уехал, мне кажется. Ну, для меня. То есть, я не знаю, кто бы там выступал, те же самые ребята или нет, но как как событие, он бы существовал. Потому что были времена, когда на вечеринках мы делали там и сольные выступления одного-двух коллективов, и я сам лично закрывал там 40-50 минут времени, просто потому, что вечеринка должна состояться, никого нет. Я менял напарников, там, я и пел, и стендапы читал, и миниатюры показывал, и разогрел с гостями, там, швец, жнец, все, и собирал людей на входе, и отвечал на звонки, и клеил афиши на стены. То есть, я делал все. Это к вопросу, там, как там, и сколько людей для этого необходимо. И была альтернатива либо остаться в Самаре, там, чуть-чуть как-то там набрать каких-нибудь кредитов, переехать в квартиру побольше, там, завести второго ребенка, и все, наверное, классно. Вот. Либо можно посмотреть город побольше, вот, и увидеть, что можно делать еще. Вот. Самара прекрасный, хороший город с большим потенциалом и с огромным количеством тайных миллионеров, как говорят по стране. Вот. Поэтому здесь, в принципе, можно было остаться. Вот. Мне было интересно поехать дальше. Потому что я сам не из Самары, поэтому я достаточно легко с городом расстался. Нет переживаний и слез по поводу того, что вот эта школа, в которую я ходил, а вот здесь у меня вот первая любовь, а вот здесь вторая, а вот здесь последняя, а вот здесь еще какая-то. Я 8 лет прожил в Самаре, сейчас уже прекрасно почти 5 лет прожил в Питере. Вот. Дальше, может быть, еще где-то поживу. Поэтому валить можно в любое время из города, если есть желание. Ну и в вид города, соответственно, приехать. Да, потому что, ну, очень много у меня знакомых, которые переехали в Москву, их полностью устраивает Москва как территория проживания с не особо изменившимся экономическим положением. Просто часто одна из причин, почему я хочу уехать или не уехать из города. Я хочу уехать, чтобы заработать больше денег. Я не хочу уезжать из города, потому что у меня здесь сейчас все решено и все стабильно. У меня было все решено. Было все стабильно. Там я ничего вообще не ждала. Абсолютно. И это аттракцион, квест очень крутой. Вот получится, не получится, поеду, проверю. Вернуться можно всегда. Всегда можно деградировать и сделать шаг назад. Причем никто тебя за это корить не будет, на самом деле. Я очень много ошибок совершал, за которые никто не знает, кроме меня. Мне за них стыдно немного перед собой, а я думаю, так их же никто не знает, ничего страшного. Вот. И поэтому все хорошо. По выводу на международный рынок у тебя есть какие-то идеи? То есть, ну, есть страна, у тебя есть коллектив, которые по стране работают. Ты выходишь на запад? Есть несколько рынков, на которые мы пытаемся выйти с коллективами. Трио развивает свою гастрольную деятельность очень сильно. Нам нужно еще больше эфиров, еще больше медийности, еще больше мощности, телевизионной, для того, чтобы приехать куда-нибудь в Сибирь и спокойно собрать большой зал. Или куда-нибудь там, на Сибирь еще. Ну, вот, определяющее слово не Сибирь, определяющее слово город населением 200 тысяч человек, 150. Вот. И там собрать тоже зал. Потому что в Миллионнике там можно приехать, собрать, много людей, которые смотрят телевизор, из них кто-то дойдет и все состоится. Когда ты приезжаешь в любое место, вот, и все получается, это показатель, это здорово. Вот. Вопрос в том, что там уже потом растут пожелания артистов, и поэтому гонорары вырастают. Это просто ешь за другие деньги по большим точкам. По международным историям, международный рынок юмористический для России очень ограничен, потому что целевая аудитория твоей классной миниатюры про директора и секретаршу, она ограничивается русскоязычной эмиграцией на территории страны. В Лондоне, в Цюрихе, в Берлине, в Штатах, где угодно, российские успешные комики туда ездят, выступают и собирают залы, и это сильно, но это прям топ-1. Для того, чтобы стать таким, нужно больше времени, я надеюсь, что мы такими станем. Есть второй путь, коллектив, с которым имею честь работать, я на территории Санкт-Петербурга, это Довит Кубот и Чехов, ребята, которые работают в уникальном жанре, абсолютно без слов. Уже в прошлом году, в этом году получается, да, просто для меня год уже закончился, в этом году мы ездили в Шотландию, в Эдинбург, на Фриндж, и выступали там. Посмотрели просто, как это все происходит. Там много ребят и других, кто выступает с русским или англоязычным стендапом, Игорь Мейерсон, Антон Борисов, еще ребята, в этом году и стендап ТНТшные ребята катались туда, смотрели, как что происходит. Мы приезжали не со стендапом, не с переведенным текстом, а мы приезжали с тем, что мы показывали здесь. И это было хорошо. Очень много, конечно, мы ходили с открытыми глазами и смотрели вообще, что как происходит. Несколько вещей я узнал новых для себя из этой поездки, о том, как это можно сделать. И надеюсь, что вот такая долгосрочная цель и перспектива этого коллектива, которая, ну и в силу наставников этих ребят, они учились у Варова Бориса в лицидеях, много работали с лицидеями в принципе, и со Славой Полуниным они делали какие-то проекты. Поэтому, ну, если дойдут ребята до своих мастеров, у которых обучали клоунскому искусству, но немного в другом формате, по успешности их шоу на территории других стран, это будет очень здорово. Это прям такая серьезная большая цель. Это, мне кажется, даже немного ну, индустрию может поменять, что ли. Вот, что-то получится. По крайней мере, там, и на клоунов, и на мимов, и на такую культуру начнут люди по-другому смотреть. Потому что, ребят на ТНТ сейчас много лет уже. Смех без правил, убойная лига, сейчас Comedy Battle, не спать программа. То есть, их знают и в России, но, если их узнают за рубежом, это принесет определенные дивиденды обоюдные со всех сторон. Это, наверное, единственное пока, что может сработать там, из того, что я вижу в обозримом будущем. Ну что ж, хорошо, что такое ресурс есть. Ты заключаешь контракт со своими исполнителями сейчас? У нас официальные контракты подписаны с главным офисом Comedy Club, которые заверены юроделом, и я являюсь неотъемлемой частью каждого коллектива, который заведен на постоянную работу в Comedy. Между нами у нас, скорее, какие-то соглашения, есть условия, на которых мы работаем, они регламентированы на бумаге, и я бы назвал, наверное, эти соглашения больше джентльменскими, потому что серьезный подписанный юридический контракт, но максимум, что он повлечет за собой в случае конфликта, это какие-то судебные тяжбы. Вот. Я по своей сущности человек, который я легко допускаю к себе людей, и, ну, если как-то плохо происходит, я их легко отпускаю, потому что понимаю, что я не могу работать через силу, я не могу заставлять себя, не могу заставлять человека работать на себя, то есть, если нам нравится, мы работаем, я приношу пользу, и общий результат нашей совместной работы нас удовлетворяет, мы работаем. Если нет, все двери у всех открыты, и мы спокойно можем жить автономно друг от друга. Скажи мне вот такую вещь, зачем тебе? Я этот вопрос задаю себе постоянно, честно говоря, потому что деньги мне приносят другое на данный момент, то есть, мне всегда, на самом деле, приносила деньги другая деятельность, просто раньше это был ивент, я очень много занимался ивентом, у меня и в Самаре, и в Питере у меня были конторы по организации мероприятий, я вел мероприятие, и, к счастью, все это закончилось, я нашел что-то другое, что мне приносит деньги. По юмору, раз в полгода, по крайней мере, последние два года в Самаре, когда мы делали вечеринки, мы, закрывая сезон полугодовой, мы садились с Аней, с супругой моей, с которой мы делаем абсолютно все по жизни, уже 12 лет, и думали, надо ли продолжать, кому это надо, вот, есть вообще люди, которые будут благодарны, которые скажут спасибо, или что-то, понимали, что таких людей нет, но, как бы, ну, надо нам, сделаем еще полгодика, дальше посмотрим, что будет происходить. Вот это был, наверное, один из поводов переезда в Питер, потому что там, попробуем что-нибудь сделать там, да, там ничего нет, вот сейчас у нас получится, кому ничего не будет надо. Соответственно, у меня это так сложилось, какой-то фан жизненный, который, я надеюсь, что у меня никогда не прекратится, и я очень хочу, я трачу время на разговоры с разного уровня, комиками, очень рад, что мне кто-то задает вопросы какие-то, я кому-то что-то могу посоветовать, готов делиться, готов рассказывать, если это важно кому-то, и кому-то это может помочь, там, дай бог, что это кому-то поможет, и кому-то понадобится, и глобально, как пирамида масла, да, если я не ошибаюсь, когда есть, да, есть, вот, что нужно человеку, там, достаток, там, есть, что поесть, есть, где поспать, есть, что-то сделать, и потом какая-то глобальная цель, я не могу сформулировать какое-то вообще, что хочется, там, глобально, зачем это, куда это идет, это все, но просто здорово, что это в России происходит, здорово, что я как-то знаю людей, которые это делают, и в этом участвую, мне очень нравится этот процесс, потому что, когда, опять же, возвращаясь, там, где-то к середине нашего разговора про команду КВН-СОК, я ушел из КВН, и понял, что, ну, я хочу юмором заниматься, вот, но придется как-то еще и деньги в этом искать, и как-то этим жить, а юмором не заниматься я не смогу, потому что, там, 50% книг, которые я прочитал в детстве, это были книги с анекдотами, вот, потом 50% телевизионных программ, которые я посмотрел, это был КВН, вот, то я понимал, ну, блин, ну, что делать, зачем тратить это время и уходить куда-то в другую нишу, потому что должен был я стать системным программистом, преподавателем математики, понял, что это у меня не получится, и, соответственно, сейчас время, когда стендап и юмор, в принципе, и благодаря интернету, благодаря всему, становится доступнее, все видят, где что происходит, и, наверное, мне это внутренне дает отдушину и кайф от того, что я вижу, что в результате каких-то моих действий где-то что-то происходит. Хорошо. Ну, что, давай, помаши в камеру что-нибудь скажи. На пустынное слово. А, да, сделаем такую штуку. Ребята, многоуважаемые зрители, я надеюсь, вы досмотрели это до конца, более 20 просмотров, это уже результат. Если вдруг на портале Ильи и Кемси будут какие-то вопросы, вот, огромное спасибо Илье за этот портал, в принципе, что он есть и как-то помогает хоть что-то узнавать, я его периодически сам читаю, смотрю, и много кто его смотрит, там, человек сто. Вот, если будут какие-то вопросы, которые я не озвучил, или что-то, чем, либо какие-то вопросы, ответами на которые я смогу как-то помочь, рассказав какие-то нюансы по организации открытых микрофонов, стендапа, участие, прохождение кастингов, еще каких-то нюансов, я буду рад на них ответить в письменном виде. Вот, если что, мы с Ильей когда-нибудь запишем обязательно еще второй такой подкаст, если этот подкаст найдет свою обратную связь. Спасибо, что досмотрели полтора часа грустных разговоров человека за столом. Спасибо. Все, Илюш, давай. Продолжение следует...